О жизни в СССР можно слышать много различных мнений. Одни говорят, что в то время жили лучше, другие утверждают, что колбасы не хватало, джинсы негде было купить. Разрозненность взглядов породила ряд мифов, и некоторые из них не соответствуют советской действительности. Развенчаем пять самых популярных мифов. В эфире программа «Пять фактов». СССР давно распался, а ностальгия по ценам, дешевому питанию, зарплатам в СССР по сравнению с нынешними осталась. Если бы СССР не распался, то 80% населения России жили бы в пять раз лучше, чем сейчас. Ну а что же было бы, если оправдался самый пестимистический прогноз? Тогда жили бы в четыре раза. Согласитесь, тоже неплохо. Представляете, зарплата была бы в четыре раза выше, чем нынешняя, и это при теперешних ценах и без учета добавочных факторов. Если сравнить среднегодовые доходы на душу населения в долларах, то окажется, что с 1950 года душевой национальный доход в США вырос в два раза, тогда как в СССР он увеличился в четыре раза, что означает, что советская экономика росла в два раза быстрее американской. Эти данные предоставил американский справочник Soviet Economic Structure and Performance. В СССР на 1 рубль можно было купить 50 штук 12-листовых школьных тетрадей, сделать 50 звонков по телефону-автомату, 33 раза прокатиться на трамвае, 5 раз сходить в парикмахерскую, купить 5 батонов белого хлеба, 10 килограмм картошки, 20-литровую канистру бензина АИ-72. Да, нам кажется, что уровень зарплат сейчас вырос, но в основном это касается лишь крупных мегаполисов, тогда как для большей части населения рост доходов съедает инфляция, и люди еле сводят концы с концами. Одним из самых распространенных мифов стало заблуждение о том, что в СССР было плохо с квартирами. Но если в годы советской власти через несколько лет работы человеку бесплатно давали двухкомнатную квартиру, а коммунальные платежи у него не превышали 10% от зарплаты, то сейчас купить квартиру стало делом практически невозможным, а доля коммунальных платежей возросла до 20-30% от зарплаты. И даже более. Однокомнатная квартира в СССР стоила примерно 6 тысяч рублей. Кооперативная квартира чуть больше, но вот только выплачивали эту сумму спокойно в течение 25 лет, причем без процентов. И теперь говорят о том, что ипотека – прекрасное наследие западного капитализма. С государственным жильем тоже была несколько иная ситуация. Да, квартиру могли ждать по 10-15 лет, но ее все же получали. Сейчас от государственной программы осталось, увы, совсем немного. Как бы много заявлений о ней не делалось. Жилье не становилось собственностью, но и отбирать его никто не мог, и многие семьи поколениями жили в одной квартире. Еще с конца 20-х годов в Советском Союзе развернулось широкое строительство домов отдыха для трудящихся. Существовали проекты развития Южного берега Крыма, Сочи, началось курортное освоение Сибири. После Великой Отечественной войны все разрушенные рекреационные объекты довольно быстро восстановили и реконструировали, а также построили новые курорты. Санаторно-курортные учреждения функционировали во всех регионах огромной страны – от Сибирской тайги до южного берега Крыма, от субтропиков Абхазии и Аджарии до Дальнего Востока, Казахстана и пустынь Туркмении. К моменту начала Горбачевской перестройки в СССР действовало более 14 тысяч дравнец. Миллионы советских граждан проводили отпуска в домах отдыха, санаториях, на туристских маршрутах и базах отдыха. Руководство страны четко просчитало выгоду от такой заботы о гражданах, ведь именно отдохнувший пролетарий потом вкалывал с удвоенной энергией, а болел почти втрое меньше, чем коллега, так и не побывавший на отдыхе. Есть у Советского Союза два неоспоримых достижения – медицина и образование. Это как раз те достижения, которые надо было взять с собой в неопределенное капиталистическое будущее и оберегать от малейшего ветерка. Медицина в СССР была не только бесплатной, доступной, но и качественной. Уровень профессионализма врачей был очень высок, правда, рекутацию советскому медобслуживанию несколько подпортило отношение к пациентам младшего медицинского персонала и бедность инфраструктуры, особенно если сравнивать с западными больницами, но ведь этот вопрос вполне решаем, для этого не обязательно рушить страну и переходить к новому строю. В системе образования были те же доступность, массовость, целостность, и это давало положительные плоды. Строились новые школы, доступными были музыкальные образования, танцевальные кружки и так далее. Пропаганда здорового образа жизни подкреплялась обилием спортивных секций и стадионов. На лето ребенка можно было отправить в детский оздоровительный лагерь. Все это было практически бесплатно. В духовной жизни общества во всем мире с наступлением 20 века наметился заметный спад. Доминирующее положение в нем стали занимать экономические проблемы и связанные с ними политические и идеологические вопросы. Усилия людей оказывались в основном направленными на накопление материальных благ. За годы построения демократии в России значительно ухудшилась криминальная обстановка в стране. Обесценилась человеческая жизнь, выросло количество убийств, изнасилований, издевательств, воровства, взяточничества, упала рождаемость и возросла смертность людей. Рушатся семейные отношения, растет число разводов, а детей рождается меньше, чем в Союзе. А ведь крепкая семья с двумя-тремя детьми – опора государства и показатель духовного здоровья и уверенности в будущем. В эфире была программа «Пять фактов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова